итак друзья буквально вчера чехи показали обновленный кроссовер skoda karok который пережил плановый рестайлинг и перед тем как рассказать все подробности если вас не затруднит поставьте лайк и поделитесь этим роликом в соц сетях а также если вы здесь впервые можете подписаться на канал буду очень признателен и мы начинаем новинка получила новый передний бампер с более широкой решеткой радиатора чем у предыдущей модели а оптику сделали уже и добавили разделяющую линию для ходовых огней также во всех комплектациях фары теперь светодиодные в задней части новинки фонари изменили свой дизайн увеличилась длина спойлера на двери багажника и немного переработан дизайн заднего бампера при этом боковую часть не тронули разве что появились новые колесные диски с пластиковыми накладками что же касается салона обновленного skoda karok то здесь изменений оказалось немного самое главное изменение это новая панель приборов с экраном диагональю на 8 или 10,25 дюймов в зависимости от комплектации аналоговая комбинация приборов ушла в прошлое мультимедийная система также обновилась и теперь доступны экраны размером от 6 с половиной до 9,2 дюймов в зависимости от версии а вот климатическая установка осталась прежней хотя многие ждали обновленную версию с сенсорным управлением так как именно такая климатическая установка доступна для karok который продается на китайском рынке но увы для россии пока оставили прежнюю климатическую установку с обновлением новинка получила и новые материалы отделки салона и пополнился список опционального оборудования добавился электропривод пассажирского кресла с функцией памяти настроек доступен адаптивный круиз-контроль система автоматического торможения при движении задним ходом и система слежения за разметкой кроме обычного исполнения модель сохранила и модификацию спортлайн которая отличается от стандартного только наружным обвесом перейдем к силовым агрегатом для европейцев доступные литровый турбомотор выдающий 115 лошадиных сил полтора литровый турбомотор выдающий 150 лошадиных сил и двухлитровый дизель в двух вариандах мощности на 115 и 150 лошадиных сил и самый топовый мотор будет бензиновый двухлитровый turbo мощностью 190 лошадиных сил работать моторы будут в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом DSG на выбор. Привод будет доступен как передний, так и полный. И полноприводная версия после обновления обзавелась накладками под днищем, которые скрывают топливный бак и заднюю независимую подвеску. Что же касается российского рынка, то скорее всего моторная гамма сохранится прежняя. Планируется, что в Европе обновленный корок поступит в продажу уже весной 2022 года. В Россию же модель поступит ориентировочно к маю, но это не официальная информация. Новинку будут выпускать на заводе в Нижнем Новгороде, поэтому необходимо время для переоборудования. На данный момент дорестайлинговая версия доступна по цене от 1 641 000 за базовую комплектацию Active, а максимальная комплектация Style обойдется в 2 154 000 рублей, и это без учета ДОП оборудования. Если вы против дополнительного оборудования для автомобилей, обязательно напишите об этом в комментариях под видео. И у меня пока вся информация, если хотите быть в курсе всех событий автоиндустрии, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков, ведь они выходят каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова